В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Большой разговор на экологическую тематику. В Бресте по инициативе мэра города Александра Рогачука прошло обсуждение проекта экологического мониторинга городских территорий. Кудесники со взглядом сокола, мудростью змеи, сердцем львам, работники здравоохранения отмечают свой профессиональный праздник. Больше всего хранимого храни сердце свое. Основной принцип работы врачей Брестского областного кардиологического диспансера – движение вверх в сохранении сердечного здоровья жителей Брестского региона. В городе Надбугом прошла торжественная областная присяга. 574 юноши со всех уголков Беларуси дали клятву на верность Отечеству. Об этом и не только подробнее. Большой разговор на экологическую тематику с участием руководства города Надбугом представителей санитарных служб, экологов и МЧС, общественности и средств массовой информации прошел в Брестском городском исполнительном комитете на этой неделе. Инициатором встречи выступил глава Бреста Александр Рогачук, пригласив к обсуждению проекта экологического мониторинга городских территорий всех заинтересованных лиц. Разговор получился содержательным и актуальным. Инициативная группа противников аккумуляторного завода придала встреч остроту и злободневность. Тема строительства предприятия в пригороде Бреста по-прежнему остается главной для горожан и жителей Брестского района. Об итогах четырехчасового обсуждения и дальнейших экологических перспективах в материале Ирины Ольшовой. Очередная встреча, главной темой которой стало обсуждение экологической картины города над Бугом, прошла в Брестском горосполкоме. Инициатором и куратором выступил глава города Александр Рогачук. Вместе с тем, учитывая широкий общественный резонанс, связанный с темой строительства аккумуляторного завода, мероприятие разделили на две части. Цель первой – определиться со стратегией создания платформы онлайн-мониторинга экологического состояния города над Бугом и обсудить потенциальные возможности. Что можем сделать мы в городе Бресте? Не только в привязке к определенному заводу, в создании эффективной системы экологического мониторинга города, помимо существующей государственной системы и производственного контроля, в рамках проекта «Симбио-сити», в рамках нашего желания сделать город Брест инновационным и в рамках тех наработок, которые уже есть. По информации экологических служб, в Бресте 2943 потенциально опасных стационарных объектов, которые производят вредные выбросы в атмосферу. Главными источниками по-прежнему остаются крупные промышленные предприятия и автотранспорт. Ежегодно в воздух попадает до 3000 тонн вредных веществ. Своими результатами и наработками по исследованию экологической составляющей поделились специалисты Полесского аграрно-экологического института. Я предложил руководство свободно-экономической зоны, чтобы расширить ареал отбираемых проб и ареал мониторинга и выйти за пределы санитарно-защитной зоны. Поэтому система отбора проб будет распространена на расстоянии до 2 км от строительства предприятия. Опять же, с большей насыщенностью точек в северо-восточном и по понятным причинам в западном направлении, где расположены поселок Стимово, сельхоз Угодья, санкоза Бреста и так далее. Реальный отбор проб почв уже начался и фактически в течение июня, первой половины июля будет завершен. Также во встрече удаленно приняли участие представители компании «Майкрософт», которые предложили свои наработки по программному обеспечению системы мониторинга окружающей среды. Брестские экологи предложили свои варианты. Обычно включают информационную измерительную сеть, которая сама по себе должна проектироваться грамотно, включать все необходимые элементы, сеть передачи данных, которые тоже вносят определенные ограничения, центр мониторинга и сеть пользовательских терминалов для всех заинтересованных, служб и граждан. Вместе с тем, сегодня все вопросы по экологии сводятся к строительству под Брестом завода аккумуляторных батарей компании «АйПауэр» и рисками, связанными с его появлением. Горожане и жители пригорода, где возводится предприятие, не хотят жить в опасном соседстве с заводом по производству свинцовых аккумуляторов. Этой теме отвели вторую часть встречи. Меня, как специалиста, любое производство настораживает. Поверьте, пожалуйста. И даже в этом помещении может быть пожар, и мы отсюда не очень просто эвакуируемся. Мы планируем в свете событий, и мы уже обсудили, во-первых, провести тоже определенные исследования, но на предмет, с чем сравнивать, для того, чтобы иметь какую-то базу лабораторных исследований. И, кроме того, мы включим в наш социально-гигиенический мониторинг, допустим, несколько точек на границе санитарно-защитной зоны, и будем отслеживать ситуацию. Надо отметить, что со стороны противников завода прозвучало ряд серьезных аргументов, касающихся отчета о воздействии на окружающую среду, который был проведен итальянским предприятием-аналогом и особенностям будущего производства. Изучив все вот эти нарушения, увидев эти нарушения, что данному заводу в данном месте нет места. Его надо располагать в другом месте, там, где он будет действительно безопасен. Это первое. Второе. Начинать все надо сначала. То есть провести, все сделать расчеты, как положено, получить исходные данные. Сделавши правильную научную работу, правильно, с соблюдением законодательства, сделавши весь проект, можно размещать этот завод и контролировать этот завод. Никак по-другому. Итог многосторонней встречи. Руководство города не остается в стороне от проблем, которые волнуют горожан. А инициативная группа настроена получить поддержку и справедливую оценку происходящего. В вопрос экологии не может быть разного мнения. Мы все за то, чтобы дышать здоровым воздухом и жить в зеленом городе. Поэтому это здесь не высокие слова. Что я для себя в этой ситуации как поручим? Я постараюсь. Не постараюсь, а выводный контакт по поводу наших судебных перспектив. То есть ваши. Вы, жители города, отправились в судебную станцию. И в настоящий момент я сам проработаю. И связь с кем-то из вас стоит. Понятно. Чтобы вы вышли с иском с теми требованиями, которые здесь озвучили. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ. А уже сегодня председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук провел открытый диалог с населением Бреста. Как всегда, на встречу с руководителем города Александром Рогачуком пришло большое количество брещан. Звучали вопросы разной направленности. Жители Бреста интересовала тема празднования тысячелетия областного центра. В центре внимания были вопросы развития социальной инфраструктуры. Как всегда, звучала тема жилищно-коммунального хозяйства. Дороги, канализация, выгул собак, благоустройство дворовых территорий. Обозначена была и тема строительства медицинского кластера. Но основной лейтмотив открытого диалога – строительство аккумуляторного завода. Вопросов было много. Встреча, запланированная на три часа, продолжалась гораздо больше. Специальный репортаж о встрече брещан с руководителем города Александром Рогачуком смотрите во вторник в 19.40. Делегация из вьетнамской провинции Лао находилась на этой неделе на Брещене с официальным визитом. На протяжении двух дней гости знакомились с социально-экономическим развитием, промышленностью, инфраструктурой и туристическим потенциалом, а также историко-культурным наследием региона. Делегаты встретились с руководством области и города Нанбугом, а также общались с представителями предприятий, заинтересованных в сотрудничестве. Тему продолжит Анастасия Стропко. В Беларуси и Вьетнам разделяют тысячи километров, но, как показала практика последних лет, когда особенно активной стала диверсификация рынков сбыта, расстояние сотрудничеству не помеха. Прошедшая год назад встреча лидеров двух стран придала отношениям новый импульс, одновременно задав им высокую планку. К 2020 году белорусско-вьетнамский товарооборот должен вплотную подойти к цифре в полмиллиарда долларов. Сегодня обе страны находятся в процессе поиска партнеров. Не остается в стороне и Брестская область. За четыре месяца 2018-го экспорт вырос практически в два раза. Импорт – почти в полтора. С Вьетнамом у нас за прошлый год товарооборот составил всего 6,3 миллиона долларов США. Хоть мы увеличили товарооборот значительно по сравнению с 2016 годом, но я считаю, что это не предел. Мы значительно должны увеличить товарооборот между нашими компаниями. И я уверен, что ваш визит будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между нашими регионами. Заинтересованность в развитии диалога и сотрудничества обоюдна. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство и агропереработка. Добыча полезных ископаемых, поставки морепродуктов, туризм. Список сфер для партнёрства может и должен быть расширен. Мы уверены, что после визита начнётся реализация совместных проектов. Наши страны очень похожи, несмотря на географическую удалённость. У нас есть целые группы товаров, которые имеют взаимодополняющий характер. Мы видим перспективу в промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Моё предприятие занимается сельским хозяйством с привлечением высоких технологий, но не хватает опыта в хранении готовой продукции. Надеюсь на Брещене его перенять. Ваша продукция славится качеством, а агропромышленная отрасль очень развита. Думаю, нам есть что посмотреть. Центральное мероприятие второго дня пребывания – встреча делегатов с представителями бизнес-сообщества региона. К сожалению, посетить все интересующие предприятия в рамках краткосрочного визита невозможно. Но для ознакомления всё-таки есть вариант – демонстрационная выставка. На экспозиции в технопарке собрались ведущие экспортеры области. С нашей стороны, это в основном предприятия, производящие продукцию переработки, сельхозпродукции. Это у нас предприятия «Полесье», которые и без того поставляют в большое количество стран, но я думаю, что они будут заинтересованы в том, чтобы поставлять свои продукции, в том числе и во Вьетнам. Это у нас и предприятия, которые заинтересованы в поставках из Вьетнама, в том числе и чая, в том числе и масла корицы, которые в провинции Лаукай производятся в значительных количествах. Среди участников выставки – предприятия, которые только ищут выход на рынок Вьетнама, и те, кто поставки в эту азиатскую страну производит регулярно. Но контрактов и деловых контактов много не бывает. Каждая такая встреча – возможность найти партнеров и клиентов. Работаем с Вьетнамом с начала 2017 года, поставляем туда субпродукты говяжьи и мясо бескостное в ассортименте. И где-то один раз в месяц мы отправляем туда морской контейнер, он у нас загружается и уже плывет напрямую во Вьетнам. Сегодня именно мы участвуем тоже на выставке с представителями Вьетнамской республики. И вот тоже подходили на стенд, продукцией очень заинтересовались, все попробовали нашу продукцию. Тоже сказали, видно, что натуральные, вкусные, качественные. Пригласили нас в декабре месяце, у них будет проходить выставка тоже, и именно детское питание, чтобы мы приехали и там поучаствовали. Так как сказали, что у них сейчас очень рождаемость поднялась, и детское питание очень востребовано. В программе визита вьетнамской делегации также посещение мемориала «Брестская крепость-герой», центров Олимпийского резерва, погребли и водным видам спорта, а также национального парка «Беловежская пуща». К слову, диалог может быть продолжен в ближайшее время, но уже на вьетнамской стороне. Делегаты пригласили представителей Брещен и посетить их страну с ответным визитом. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луковкин, телекомпания «Бук-ТВ». Медицину и медицинскую профессию можно считать основным достижением человечества. С древних времен здоровье являлось основной заботой людей. Сегодня медицинская наука продолжает изучать, открывать и осваивать новые методы диагностики и современные способы лечения. Брещена тому – яркое подтверждение. Многое уже сделано, немало планов на ближайшее будущее. В Беларуси развитие медицины поставлено в ранг государственной политики. Врачевание всегда было уважаемой и ответственной профессией. Каждодневная забота, сострадание, милосердие было и остается отличительной чертой медицинских работников, которые профессионально и самоотверженно выполняют свой долг, возвращая здоровье людям, а зачастую и жизнь. С 17 июня люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник. О людях самой гуманной и благородной профессии. Материал Лариса Осмолович. Уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с нашим праздником, профессиональным, очень хорошим праздником – Днем медицинского работника. Я хочу вам пожелать самое главное – это здоровья вам, вашим семьям, вашим детям, близким, чтобы у вас было хорошее настроение, с которым вы могли прийти на работу и поделиться своим хорошим настроением с людьми. Оказать им помощь, чтобы всегда была улыбка на лице, чтобы люди, приходя к нам, уходили с каким-то чувством облегчения, понимая, что они не зря обратились и что здоровье у них стало лучше. И поэтому мы просто обязаны с каждым годом улучшать нашу помощь. Возможности у нас тоже каждым годом увеличиваются. Но самое главное – это душевное отношение. Добрые, теплые и искренние слова поздравлений принимали накануне своего профессионального праздника медицинские работники Брещины масштабно и на достойном уровне. И они по праву получают и награды, и поздравления, и слова благодарности. Ведь брестских врачевателей отличает любовь к профессии, высокий профессионализм, заботливое отношение к пациентам. А иначе нельзя, ведь доктора стоят на страже людского здоровья. Уважаемые коллеги, от себя лично я хочу вас поблагодарить за помощь, которую вы оказываете моим землякам, моим родным, моим родственникам и моим близким. Спасибо вам огромное за то, что вы на посту днем и ночью, за ваше четкое сердце, за ваши замечательные руки, за ваше доброе сердце. Спасибо вам огромное. У брестских врачей руки золотые, а когда приплюсовывается к умению, навыкам и опыту, материальная, техническая составляющая, сила удваивается, желание работать растет. Сегодня Брестщину можно назвать регионом с развитой по европейским стандартам медицины. Благодаря помощи государства переоснащены, реконструированы старые, построены новые больницы, отделения, центры. В больницах функционирует самое современное медицинское оборудование. Сложнейшие и самые невероятные операции проводят врачи разных специальностей. Многие из них еще совсем недавно находились в рамке заоблачной мечты, а сегодня воплотились в жизнь. А сколько планов, которые должны и будут реализованы? Я больше чем уверен, что будущее медицины Брещины, оно светлое будущее и действительно хорошее. С учетом того, что сейчас строится и что сейчас делается, вот опять же повторюсь, больница скорой помощи, которая будет открываться, дополнительно там строятся помещения и приемное отделение. Есть перспектива дальнейшего развития и укрепить эту больницу. Второе, это скорая помощь, станция, которая строится. Третий такой объект тоже важный, это хоспис, который в этом году откроется. Сейчас проектируется корпус детской больницы, это на порядке 100-120 коек у нас будет корпус. Это улучшит условия пребывания детей. Я хочу сказать, что на уровне республики здравоохранение Брещины всегда котируется очень высоко. Поверьте, в Брестской области, в городе Бреста работают очень высокополифицированные специалисты. Оказывается, в широком масштабе медицинская помощь по различным нозологиям. В принципе, то, что делается в республике, практически все делается и в Бресте. Всех, кто стоит на страже нашего здоровья, называют спасателями человеческих жизней. А чаще всего уважительно и с любовью мой доктор, моя сестричка. Сколь много таковых набрещений, тех, кто не жалеет добрых слов для своих пациентов, кто продумывает и стратегию, и тактику лечения по труду и награды. Внедряются новые методики. Тем, что у нас есть высокотехнологичное оборудование, что оно не простаивает, а работает. И работает оно, поверьте, с тем запасом мощности, то есть две смены, не останавливаясь. Горды тем, что мы помогаем и лечим пациентов. Тем, что у нас на уровне республиканских показателей достаточно хорошие цифры и в лечении, и в показателях, скажем, низких показателях смертности, летальности. Вот это, я считаю, залог, ну, скажем, дружной работы наших урологов в области. Любить работу – первое качество. Любить пациента, думать о них. Иногда ставя собственные интересы на второй план, а во главу ставя работу. Я работу свою очень люблю. И я очень благодарна судьбе за то, что я пришла именно в детство. Я, наверное, свою больницу не променяю ни на какую другую. Потому что здесь дети. Они заряжают тебя не только энергией, позитивом, оптимизмом, добром. Но они настоящие. И действительно хочется вот идти на работу, хочется получать от них это все, заряжаться этим всем. И, конечно, отдавать им всю себя, свое сердце, свою душу, помогать чем только можно своим маленьким пациентам. Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы ни дня без людей в белых халатах. Поэтому в нашей стране, да и во всем мире День медика – один из наиболее почитаемых дней. И отрицать титанический труд людей в белых халатах совершенно несправедливо. Мы выбрали эту профессию и должны ею гордиться. Я без лишней скромности и без какого-то, я не знаю, сказать, принижения других профессий скажу, что медицина – это элита общества. И когда люди будут понимать это, значит, это будет все очень здорово. И сегодня я хочу еще раз, пользуясь моментом, поздравить коллег по моему учреждению, коллег нашего города, области, республики с наступающим праздником. Дорогие друзья, гордитесь этим высоким званием медицинского работника Республики Беларусь. Несите здоровье нашим жителям, будьте сами здоровы, будьте оптимистичны, и у нас все получится. Врачеватели Брещина ежедневно борются за жизнь и здоровье людей. Награды и цветы – лишь толика благодарности людям, работающим в сфере здравоохранения. Своих коллег поздравляю с профессиональным праздником. Желаю, в первую очередь, всем нам и вам, мои уважаемые коллеги, крепкого здоровья. Пускай все складывается. И на рабочем месте пускай будет благополучие и дома. Спасибо за хорошую работу. Лариса Осмоловича, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». День медицинского работника – значимая и знаковая дата для всех белорусов. Его в этом году отмечают 17 июня уже завтра. В преддверии этой даты корреспонденты телекомпании «Бук-ТВ» знакомят жителей региона с ведущими учреждениями отрасли здравоохранения и лучшими ее представителями. Сегодня мы продолжим эту приятную миссию. Герои нашего следующего материала – сотрудники Брестского областного кардиологического диспансера. Как бьются наши сердца, насколько они сильны, выносливы, когда им нужна помощь и поддержка, точно знают специалисты Брестского областного кардиологического диспансера во главе с руководителем, главным врачом Натальей Побиванцевой. В нашем разговоре Наталья Фадеевна четко обозначила, что без этой собраны годами команды единомышленников, а в амбициозных целей и задач, которые она перед собой поставила, возглавив диспансер, невозможно было бы чего-то достичь. Принимая на работу специалистов, она руководствуется одним принципом. Первое, когда ко мне приходят с просьбой взять на работу, я всегда говорю так. Самое главное, чтобы у вас была душа. Профессионалом я вас сделаю. Профессиональные качества – это дело наживное. Если же вы не человек от Бога, если вы не имеете души, ничего у меня не получится, не получится из вас специалист. И такие специалисты никому не нужны по большому счету. Потому что врач, прежде всего, это человек от Бога, это человек от сердца. В нем есть какая-то магия, именно человеческого отношения. А все остальное уже потом нарабатывается с годами. Сегодня кардиодиспансер – мощная лечебно-диагностическая и экспертная база по вопросам кардиологии. Специалисты имеют возможность проведения полного, высокоспециализированного технологичного обследования. Главное достижение на сегодняшний момент – создание межрайонных центров. И сегодня житель Пинского, Ляховического или Лунинецкого региона может получить такую же быструю квалифицированную помощь, как и житель областного центра. Тем более, что эта помощь имеет временные рамки. То есть житель Ганцевичского региона, раньше, еще до того, как мы организовали межрайонный центр в Барановичах, этот человек не имел возможности в остром состоянии, когда случается инфаркт миокарда или прединфарктное состояние, так называемый острый коронарный синдром, не имел возможности в течение полутора часов от начала болей быть доставлен в такую операционную, потому что она была только в городе Бресте, и все в Брестской областной больнице. Благодаря тому, что мы эти центры открыли, сегодня такая возможность есть. И, конечно, мы имеем результат. Брестский кардиологический диспансер имеет прекрасную материально-техническую базу, оборудование экспертного класса. Здесь определяют показания к высокотехнологическим исследованиям, коронографии, имплантации электрокардиостимуляторов дают направление на кардиохирургические вмешательства. И именно здесь работают врачи высших квалификационных категорий, врачи с добрыми сердцами и заботой о каждом пациенте. Каждый доктор знает, что сердце – орган высокой надежности и прочности, но одновременно каждый доктор считает, что сердце – очень хрупкая вещь, оно бьется. Это мнение заместителя главного врача Ирины Мельник, которая всю свою жизнь посвятила служению людям. Ее доброта по отношению к пациентам и одновременно ее строгость и справедливость – показатель того, каким должен быть сердечный врачеватель. Ирина Николаевна, а каково это – лечить сердца людей? Ну, это сложно. Это сложно, это нужно много знаний, нужно их применять правильно, верно, в каждом случае индивидуально. И, наверное, еще очень неплохо относиться к пациентам, очень хорошо даже относиться. Я всегда стараюсь к пациенту относиться так, как бы мне хотелось, чтобы относились ко мне. Сердце должно быть всегда, наверное, добрым. Все-таки, когда с пациентом разговариваешь, а потом в конце ему немножко и улыбнешься, чем-то его приободришь, у него, ну, как бы настроение, другое видение этого своего заболевания. Потому что наши пациенты, они же все равно, они вроде бы так кажется, что они – ах, ничего страшного. Но они все переживают, они все этого боятся, их нужно прибодрить, и вовремя сказать им нужное слово, и найти эту мотивацию к тому лечению, чтобы они его применяли. А хотят ли пациенты быть здоровыми? Хотят ли они следовать советам докторов? Вопрос, конечно, философский, и ответ на него является основным желанием главного врача-кардиодиспансера Натальи Побиванцевой. Человек сам отвечает за свое здоровье. Вот это, наверное, мечта любого, не только моего врача, о том, чтобы видеть на приеме у себя человека, ответственного за свое здоровье, а не перекладывающего эту ответственность на врачей, на медицинских сестер, на кого бы то ни было, а на себя. Вот это будет исполнение мечты. Главный врач ценит и любит свою команду единомышленников, считая их людьми энергичными, мобильными, стремящимися к знаниям, а также добрыми и отзывчивыми. Их девиз – движение только вперед, и пусть у них все получается. Все медицинское сообщество с таким замечательным праздником, нашим профессиональным праздником. И пожелание, прежде всего, конечно, быть здоровыми. Это самое главное. И действительно получать удовольствие от общения со своими пациентами, видя результат в работе. Мне кажется, это мечта любого медицинского работника – видеть результат и получать удовольствие от работы со своим пациентом. Всех с праздником. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук для программы «Итоги недели». К другим темам. Служба в армии – это почетная обязанность каждого гражданина. Служить Родине, защищать свое Отечество, свою землю, свою семью может только настоящий мужчина. Пройдя школу мужества и выдержки, научившись принимать решения в экстремальных ситуациях, молодой человек приходит на гражданку, хорошо не только подготовленным в военных вопросах, но и приспособленным к взрослой и самостоятельной жизни. В городе над Бугом прошла торжественная областная присяга. 574 юноши дали клятву на верность Отечеству. Морально-нравственное и правовое значение принятия этого события переоценить трудно. Молодой человек становится настоящим солдатом. В душе зарождается гордость. Гордость, что именно он защитник своей страны и сегодня берет на себя высокую обязанность честно и преданно служить Беларуси. На торжественной присяге побывала и наша съемочная группа. Площадь церемониала в Брестской крепости заполнена полностью. В ровных шеренгах замерли в строю 574 новобранца. За их спинами 5000 людей. Это родные и близкие солдаты. Сказать, что ритуал принятия присяги – событие торжественное, волнительное и важное – не сказать ничего. Еще вчера они были школьниками, студентами или рабочими. А через считанные минуты они отправятся защищать жизнь белорусов на подступах к границе, в небе или на земле. Очень много людей смотрит сейчас на нас и родственники. Хочется, чтобы я и мой полк вместе прошли очень хорошо. Максимально слаженно, четко, красиво. Военная присяга – это предельно лаконичное мероприятие. Но вот скажи, оно же, наверное, навсегда останется в памяти и в сердце. Я думаю, врежется. Врежется в память уже до конца. Ответственность возлагается на тебя. Ты уже становишься солдатом. То есть на тебе ответственность защищать Республику Беларусь. Символичный день новобранцы провели в священном для каждого белоруса месте. Свято-очтимой цитадели над Богом. Здесь каждый метр земли полит кровью. Здесь в далеком, но незабвенном 41-м советские военнослужащие первыми приняли на себя натиск врага и сражались до последнего. Сегодня в парадном строю те юноши, которым Родина доверила защищать ее свободу и независимость. Поздравления с принятием присяги военнослужащие слышали от начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны Беларуси Олега Белоконева. Слова на путстве были направлены и в адрес родителей. Вы будете наблюдать, как ваши сыновья мужают. И каждое посещение будет наполнено радостью от общения с вашим ребенком и, конечно же, гордостью за его службы. Уважаемые молодежи, еще раз поздравляю вас с принятием военной присяги. Это действительно знаменательная дата в жизни любого мужчины. Говорят, что Брест и граница – слова-синонимы, а потому и традиционное в день принятия военной присяги особое внимание юношам в зеленых фуражках. Брестскую пограничную группу пополнили свыше 150 новобранцев, призванных из Минской, Витебской, Гомельской и Брестской областей. После принятия присяги они дальше продолжают подготовку по различным специальностям. Спектр пограничной службы, водитель, вожатые служебные собаки. И после окончания учебного пункта продолжат службу в подразделениях Брестской пограничной группы. Жесточайший отбор идет в органы пограничной службы. Это призывники, которые соответствуют требованиям по физической подготовке, морально-нравственным качествам. Торжественный и завершающий парадный марш. Военный чеканышак и, конечно, слезы на глазах родных. После присяги бойцы пошли в первое увольнение. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Партнер прогноза погоды – открытое акционерное общество «Экзон». Современное фармацевтическое предприятие, которое уже более 20 лет производит натуральные, качественные и безопасные для здоровья лекарственные средства и биологически активные добавки. Ассортимент выпускаемых продуктов превышает 10 наименований. Вся продукция «Экзон» представлена в аптеках города Бреста и Брестского региона. «Экзон» заботится о вашем здоровье. Я, Виктория Соченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Семнадцатого и восемнадцатого июня погода в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе и малоподвижный атмосферный фронт, расположившийся в восточной части страны. Семнадцатого июня в Бресте будет жарко и без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью – 14-16, максимальная днем – плюс 24-26. Восемнадцатого июня в Бресте ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый при грозах, порывистый. Температурный фон составит в ночные часы 18 градусов, в дневные воздух прогреется до 25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова